Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Мы так рады, что вы с нами сегодня на программе «Иисус Целитель». Мы замечательно проводим время уже несколько эпизодов, уча о нашей власти во Христе. Рекомендую вам посмотреть три предыдущих эпизода, потому что так вы получите более четкое и широкое представление и понимание того, что принадлежит вам во Христе. Нам так важно усвоить эту истину. Слово говорит «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Дьявол рассчитывает на наше неведение, ведь только так он может осуществлять свой план через наше неведение. Но когда мы получаем откровение о том, что принадлежит нам во Христе, дьявол больше не может совершать то, что прежде совершал в нашей жизни. Давайте, как и каждый эпизод в этой серии, начнем с чтения восьмого псалма. Псалом 8, 5. «Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами». Ветхий завет в оригинале был написан на иврите. И в иврите здесь использовано не слово «ангелы», а слово «элогим», то есть «бог». И стих звучит следующим образом. «Немного ты умолил его пред Богом, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его». Я это обожаю. Бог сотворил нас, чтобы владычествовать. Владычество не должно быть для нас чем-то чуждым. Хождение во власти не должно быть чуждым для нас. Это то, для чего мы были созданы. Применять власть и владычество. Не земную человеческую власть и владычество, а божественную власть. Что это за божественная власть? Власть, которая принадлежит нам во Христе. В предыдущих эпизодах мы читали в Ефесянам, что силой Божьей Иисус был воскрешен из мертвых и посажен превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Все это противостояло его воскрешению, но было поражено. И он поднялся превыше всего этого и был посажен по правую руку Отца. И далее, во второй главе Ефесянам сказано, что по великой Божьей любви к нам Он и нас воскресил. Он оживотворил и воскресил нас со Христом. Иисус – глава, мы – тело. И будучи Его телом, мы разделяем с головой ту же власть, что у головы. У нас не другая власть, чем у Иисуса. Это та же самая власть. Почему? Потому что голова и тело – одно. Это не другая власть. Это та же власть. И нам нужно понять, что мы разделяем с Ним власть. Многие христиане не понимают этого, и поэтому дьявол ими помыкает. Дьявол действует в их жизни тогда, как они могли бы встать и запретить ему. Если они ему запретят, сила Божья их поддержит. Почему? Потому что у них есть на это право. У них есть власть. Многие ждут, чтобы Бог сделал что-то с их проблемами. А Бог ждет, чтобы люди встали в той власти, что принадлежит им во Христе, и запретили определенным вещам происходить. Аминь. Иисус в Матфея 18, 18 сказал, «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе». Можно сказать так, «Все, что вы запретите, все, что вы свяжете, все, о чем вы скажете, я больше этого не потерплю». Заметьте, небеса придут в движение. Небеса вас поддержат. Но движение начинается на земле, а не на небе. Земля является инициатором. Земля является инициатором. Это значит, что Бог дает нам право инициировать что-то. И то, что соответствует Его слову, Его плану, небеса поддержат. Далее Иисус сказал, «И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Или можно сказать так, «Все, что вы позволите, все, что вы пригласите, все, что вы допустите, то допустят и небеса». Люди говорят, «Не понимаю, почему Бог допускает это в моей жизни, потому что вы это допускаете». Бог допускает то, что мы допускаем. Если бы мы спросили Бога, «Боже, почему ты допускаешь это в моей жизни?» И были чувствительны, чтобы услышать ответ, Он бы сказал, «Зачем ты допускаешь это?» Потому что у вас та же власть, общая с Ним власть. Власть принадлежит Иисусу. Но Он разделил ее с телом. Потому что мы одно с Ним. Тело на земле. Я говорю, «Тело на земле». Тело Христа, церковь, находится на земле. И голова осуществляет свои желания через тело. Если вы решаете, «Встану и пойду в другую комнату». Ваша голова принимает это решение, но ей нужно ваше тело, чтобы сделать это. Точно так же с Иисусом. У Него есть план, есть цель, что необходимо исполнить на земле. Но Ему нужно сотрудничающее с Ним тело, чтобы это осуществить. Потому нам и нужна власть, чтобы выполнять то, что желает голова. Аминь. Если что-то не в порядке, если что-то идет не так, пойдите, освежите в памяти истины о власти и владычестве. Если что-то не в порядке, это потому, что вы позволили этому произойти, и вам нужно освежить эти истины, потому что так легко поплыть по течению. Будь что будет. Иисус никогда так не действовал. Он всегда применял Свою власть, Своё владычество. Каждый день Его земного служения Он сталкивался с противостоянием. Абсолютно каждый день. Как только Иисус был помазан при крещении в реке Иордан и пошел служить людям, Его повсюду окружало противостояние, и Он применял Свою власть. И когда дьявол заявлялся, например, через кого-то одержимого, Иисус никогда не уходил, не разобравшись с дьяволом. Иисус никогда не оставлял за дьяволом последнее Слово. За Иисусом было последнее Слово, потому что последнее Слово решающее. Когда к Иисусу приводили кого-то, кто был связан и хотел освободиться, Иисус каждый раз разбирался с этим. Почему? Он ходил в Своей власти. У вас есть та же власть, и эта власть благословит землю. Она благословит вашу жизнь, она благословит ваш дом, она благословит ваш бизнес, она благословит землю. Иисус сказал, что дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но Я пришел, чтобы вы имели жизнь. Не правда ли, это часть благословения. Власть дана нам не для того, чтобы мы господствовали над людьми и добивались от них своего. Она дана для того, чтобы мы несли благословение и давали отпор тому, что враг хочет сделать на земле. Мы даем отпор планам врага, даем отпор тьме. Вы скажете, почему нам нужно это делать? Потому что изначально власть на земле принадлежала Адаму, и он передал ее дьяволу. Когда Адам согрешил против Бога в Эдемском саду, он не только потерял свое общение с Богом, но с разрывом общения был разорван и поток власти. И когда Иисус восстановил общение, поток власти был тоже восстановлен. Власть проистекает от того, с кем мы соединены. Наша власть работает благодаря тому, с кем мы соединены. И когда Адам потерял эту связь, он потерял свою власть. Итак, дьявол взял эту власть и использовал ее, чтобы разрушать, чтобы причинять вред. Иисус сказал, что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Вот для чего он использует власть. Люди говорят, почему Бог допускает то, что происходит на земле? Потому что Адам это допустил. Вы понимаете? Потому что Адам это допустил. Адам передал свою власть. Второе Коринфянам 4.4 называет дьявола Богом этого мира. Откуда он это получил? Не от Бога, а от Адама. Но он не Бог для нас. Потому что Иисус отнял силы у начальства и властей. Властно подверг их позору. Он поразил дьявола и дал нам эту победу. В чем эта победа? Нам возвращена власть, владычество. И у нас есть привилегия применять эту власть в своей жизни на земле и быть благословением для других людей. Аминь. Так что у вас есть право не мириться с тем, с чем вы прежде мирились. Проверьте свою жизнь. Посмотрите на нее и скажите, такую ли жизнь я хочу. Если что-то в вашей жизни у вас дома не так, как вы бы хотели, у вас есть право это изменить. Аминь. Говорите. Применяйте свое владычество и власть, чтобы принести благословение в свой дом. Давайте откроем 4 главу Иакова. Людям так важно понять этот стих. Иакова 4, 7. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу. И убежит от вас. Заметьте. Здесь два указания. Во-первых, покоритесь Богу. Во-вторых, противостаньте дьяволу. Невозможно добраться до второго, не исполнив первое. Часто люди хотят противостать дьяволу, не покоряясь Богу. Они не повинуются Богу, не сдаются Богу, не реагируют на Него. Однако они хотят противостать дьяволу и чтобы он ушел. Ну, здесь есть божественный порядок. Власть работает, когда у вас есть связь с тем, от кого проистекает ваша власть. Покориться Богу – это покориться Его Слову. Покориться Богу – это покориться тому, что Он говорит вам Духом Божьим. Аминь. Покориться Богу – значит повиноваться тому, что Он говорит вам сделать. Знаете, Слово Божье – это Его Слово ко всем Его детям. Но Бог говорит вам конкретно Своим Духом. Он говорит конкретно о том, что Он хочет, чтобы вы сделали в жизни. В каком направлении Он хочет, чтобы вы пошли. Покориться Богу – это повиноваться тому, что говорит Его Слово, а также повиноваться тому, что Он говорит Духом. И вот, что важно понять. Бог всегда говорит с нами о чем-то. Всегда. Почему? Потому что Он работает над тем, чтобы ввести нас в меру полного возраста Христова, в зрелость. Он постоянно работает над тем, чтобы ввести нас в духовную зрелость. Так что Он постоянно разбирается с чем-то в нашей жизни. Не потому, что Он придирается к нам, а потому, что Он ведет нас дальше. Дальше в то, кем мы являемся во Христе. К большей зрелости во Христе. Так что Он постоянно говорит к нам. И если мы хотим, чтобы наша власть работала, нам нужно признать то, о чем Он с нами говорит. И нам нужно повиноваться Его указаниям, сотрудничать с Ним. Возможно, кому-то Бог говорит, тебе нужно быть верным в своей поместной церкви, потому что Слово говорит не оставлять собрания своего. Часто люди пытаются противостать дьяволу, при этом не повинуясь тому, что им говорит Бог, что им нужен пастор, что им нужно быть в церкви. Вам нужно повиноваться Богу в том, что Он говорит вам, в том, на что Слово указывает вам, а вы не делаете. И тогда ваша власть будет течь беспрепятственно. О чем Бог говорит с вами? Может, Он говорит, что вам нужно быть верными в Своих десятинах и приношениях. Ну, я жертвую, когда могу. Но Слово так не говорит. Слово говорит, что начатки, первые 10% всего прибытка, принадлежат Богу, а не уже Его. Аминь. А не уже Его. И когда мы повинуемся Ему в этом, наша власть работает. Я лишь использую это в качестве примеров того, чему людям, возможно, нужно уделить внимание. А кто-то, возможно, не живет в любви в семье. Супруги неправильно относятся друг к другу в браке, а при этом хотят противостоять дьяволу в своих финансах. Нужно подчиниться Богу в том, что Он говорит вам исправить. И я знаю, если Бог нас в чем-то исправляет, то мы способны в этом измениться. Он своим духом и силой дает нам способность измениться. Мы не просто добиваемся этого обычными человеческими усилиями. Говоря с нами о чем-то, Бог показывает, с чем Он дает нам силу справиться. Итак, нам нужно покориться Богу, а потом противостать дьяволу. И он убежит. Наша власть будет действенной. Но мы не можем эффективно противостоять дьяволу, находясь на территории непослушания. Нам нужно быть в позиции послушания, то есть покориться Богу. Аминь. Если дьявол не убегает, когда вы ему противостоите, и ситуация не меняется. Проверьте в первую очередь, подчиняетесь ли вы Богу в том, о чем Он с вами говорит. Не просто продолжайте противостоять и противостоять и противостоять, не получая никаких результатов. Значит, чего-то недостает. Спросите отца, в чем мне нужно покориться тебе? Что я упускаю? В чем ты хочешь меня исправить? Что ты полагаешь мне на сердце? Ну, Бог ничего мне не говорил. Это не обязательно должен быть слышимый голос. Просто внутри такое впечатление, такое ощущение. Это неправильно, мне нужно с этим разобраться. Это неправильно, мне нужно это изменить. Вот что такое Божье исправление. Это не всегда слышимые слова. Это ощущение и знание, что с чем-то нужно разобраться. И важно жить в позиции послушания, потому что нам нужно, чтобы наша власть действовала каждый день. Нет таких дней, когда нам не нужно, чтобы наша власть работала. Родители, позвольте спросить, бывали ли у вас с детьми такие дни, когда вам не нужна была родительская власть? Вам нужно, чтобы ваша власть работала, так? Точно так же и в жизни Дитя Божьего. Поскольку мы имеем дело с врагом, который ненавидит Бога и ненавидит нас, нам нужно, чтобы наша власть была в исправном состоянии. Как? Нам нужно быть послушными Богу. Аминь. В том, о чем Он нам говорит. И какое наслаждение сотрудничать с Богом. Это радость. Аминь. Знаете, небеса – это идеальное общество. Но даже на небе, в идеальном обществе, что-то пошло не так. Однажды дьявол восстал и сказал, «Вознесу престол мой выше престола Божьего». И любовь поднялась. Бог, который есть любовь, поднялся и сказал, «Не бывать этому». И применил власть и вышвырнул его. И Иисус сказал, «Я был там. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Почему? Потому что, хотя у Бога была власть, она не действовала, пока Он ее не применил. Хотя у вас есть власть, она не будет действовать, пока вы ее не примените. Даже небесам нужно применять власть. И вам нужно применять власть, а не сидеть и ждать, пока кто-то применит ее за вас. Аминь. Аллилуйя. Люди спрашивают, «Если дьявол побежден, почему мне приходится с ним сталкиваться?» Потому что вам нужно применять свою власть. И я скажу так, «Богу пришлось поддержать». Порядок. Есть порядок на небесах, и Он его поддерживает. Как Он его поддерживает? Своей властью. Власть позволяет Ему сохранять порядок, применение, использование власти. Аминь. Аллилуйя. И так же с нами Иисус сказал, «Се даю вам власть. Наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Когда вы будете применять свою власть? Если вы не будете применять свою власть, все это может повредить вам. Но когда вы применяете свою власть, вы наступаете на все это, и идете дальше, не позволяя этому остановить вас или помешать вашему продвижению. Все это не может повредить вам, когда вы ходите в своей власти и применяете ее. Но если вы решите сдаться и не разбираться с этим, это вторгнется в вашу жизнь, обоснуется там, и сможет вам повредить. Аминь. Итак, дьявол поражен, потому что Иисус лишил дьявола власти над нами, победил его, свел его на нет, как сказано в одном переводе. И люди спрашивают, почему же мне приходится с ним сталкиваться? Он побежден, но он еще не заключен в тюрьму. Однажды он будет заключен в тюрьму, и он потеряет всякую связь с человечеством. Но до тех пор он действует как вор среди людей. И Иисус назвал его вором. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И поскольку он еще не в тюрьме, нам нужно разбираться с ним посредством нашей власти. Аминь. И это привилегия. Вы – полицейский в собственной жизни. Вы занимаетесь правоприменением в своей жизни. Полицейский не устанавливает законы. Он лишь исполняет законы, которые уже написаны. Это все, что он делает. Мы не устанавливаем законы. Бог установил законы. Мы исполняем законы, записанные в его книге. Наше дело – правоприменение. Законы могут быть написаны, но люди не соблюдают законы просто потому, что они написаны. Обществу нужен кто-то, кто будет следить за тем, чтобы люди соблюдали законы, которые написаны. Так? Чтобы люди не ехали на красный свет, не вламывались в чужие дома и не воровали, не угоняли машины с парковок. Задача полицейского – проследить за тем, чтобы законы исполнялись. Вот для чего у вас есть власть. Чтобы проследить за тем, чтобы законы, написанные в книгах небес, исполнялись. Аминь. И если вы не будете следить за их выполнением, беззаконие будет буйствовать в вашей жизни. И вы не можете винить в этом Бога, если вы не выполняете свою правоохранительную функцию. Полицейскому дана власть, чтобы проводить в жизнь законы. То же самое Иисус сделал для вас. Он всем нам дал ту же власть, что у Него. Чтобы мы проводили в свою собственную жизнь те же законы, которые Бог применяет на небесах. Аминь. Полицейскому выдают оружие и все необходимое, чтобы разобраться с теми, кто оказывает Ему сопротивление. У Него может быть дубинка, пистолет, электрошокер или баллончик. У Него множество разных инструментов, чтобы стоять на страже законов. Эти инструменты даны Ему высшей властью, так? Властями города или штата, наделившими Его полномочиями. Бог вас тоже снаряжает, дает вам власть. И высшая власть вас поддерживает, потому что власть не проистекает от вас. Она происходит с небес. Аминь. Полицейский, наделенный всеми полномочиями для выполнения своей работы, в какое-то утро проснувшись, может очень плохо себя чувствовать физически, иметь кучу симптомов, боль в своем теле. Но если он выйдет из дома в униформе, со значком, который показывает, что он полицейский, признанный этим городом или штатом, как бы он плохо себя не чувствовал, власть все равно будет работать. Будет работать. Неважно, чихает ли он, или у него болит живот. Как бы он себя не чувствовал, власть принадлежит его положению. У вас есть положение. Вы воскрешены и посажены со Христом. Тело сидит на том же кресле, что и голова. А не так. Иисус сидит на кресле, а тело выстроено дальше вдоль дороги. Тело сидит на том же кресле, что и голова. И кресло, на котором мы посажены на небесах, это кресло власти. Аминь. И неважно, хорошо ли вы себя чувствуете в какой-то день. Неважно, чувствуете ли вы веру. Неважно, чувствуете ли вы помазание или присутствие Божье. У вас все равно есть власть. Она принадлежит вашему положению. Она все равно работает. Так же, как у полицейского, который в какой-то день нехорошо себя чувствует. Аминь. Теперь, позвольте мне коротко хотя бы перечислить три препятствия для использования нашей власти. Во-первых, неведение. Если вы не знаете, что принадлежит вам во Христе, вы в неведении о том, что говорит Слово, дьявол этим воспользуется. Дьявол будет сражаться, чтобы вы не поняли, не получили откровения и не согласились с тем, кто вы во Христе и какая власть принадлежит вам во Христе. Дьявол осуществляет свои планы именно посредством неведения. И он старается удержать вас в неведении. Так что избавляйтесь от неведения. Как от него избавиться? Изучайте Слово. Размышляйте особенно о тех местах Писания, которые мы выделили в последних эпизодах. Не просто читайте их. Размышляйте о них. Провозглашайте их самим себе. Аминь. Изучайте книги, которые учат о вашей власти. Слушайте проповеди об этом. Темой власти во Христе, наверное, следовало бы питаться ежедневно. Постоянно. Почему? Потому что вы нуждаетесь в этой власти каждый день. И так легко отойти от этих истин. Итак, первое препятствие для вашей власти во Христе – это неведение. Второе – это неверие. Когда вы не верите, что эта власть вам принадлежит. Помните, Бог избавил народ свой из Египта. И он совершил столько чудес, чтобы освободить их. И когда он пытался ввести их в полноту благословений, в их собственную землю, обетованную текшую молоком и медом, в землю изобилия, они не пошли. Почему? Они ему не верили. Они ему не верили. Хотя Бог уже дал им эту землю, и она им принадлежала, они не верили ему. Не доверяя Богу, человек не доверяет тому, от кого проистекает власть. И невозможно двигаться в истинном владычестве, не доверяя тому, от кого владычество проистекает. Как можно сказать кому-то, «Я тебя люблю, но не доверяю ни одному твоему слову». Ну, слава Господу. Это называется неверие, и оно враг вашему применению власти. Третье препятствие для применения власти и владычества – это грех. Как мы говорили, покоритесь Богу, не покоряйтесь греху, сдавайтесь Богу, не сдавайтесь греху, не сдавайтесь неправильным поступком, потому что грех прервет успешное применение владычества и власти. Живите в чистоте. Чтобы применять владычество, нужно жить в чистоте. Спасибо Богу за кровь Иисуса, очищающую нас. Почему? Потому что она ставит нас в правильное положение, чтобы мы могли занять свое кресло власти. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.